Я все-таки поставил на ход велодом, я его восстановил, теперь он работает. Сейчас посмотрим так. Все работает отлично. Вот и теперь мы в этом всем на испытаниях. Примерно вот так вот. Здесь я конечно все закрыл, насколько смог, но это вот здесь вот не закрыто. Ладно? Что ж, погнали на испытаниях, потому что это, конечно, это и люди просто. Фу, да. Поехали. Так, ну что ж, мы выехали и мы с велодомом на трассе. Он работает, все отлично, все крутится, все как надо. Люди в ахере просто. Примерно да, так вот. И сейчас мы следуем пустошь в традиционное место испытаний. Велодомов. Ну тут немного перекосило, но это ладно, потом можно подварить. Но тем не менее, он функционирует, он работает. И это круто. Я бы хотел поблагодарить Сашу Алекс Зартеч, если ты меня смотришь. Спасибо тебе за бесценный совет, потому что без твоего совета и его одушевления я бы, наверное, не смог его починить и смог его поставить на ход. То, что он едет, это в том числе твоя заслуга. Чувак, вот. Так что спасибо тебе огромное. Ну что ж, мы следуем дальше и продолжаем банкет с вами. Окей, погнали. Примерно вот так вот происходит процесс езды. Скорость я поставил небольшую, в принципе. Ну да, вот так вот. Ребята, просто ставьте лайки, комментируйте, и потому что это исторический момент, это возрожденный велодом. То есть, это просто что-то с чем-то. Я стараюсь ехать медленно абсолютно, потому что тормозов у меня практически нету. Не поставил я колодки. Даже если я сейчас, в принципе, доеду до магазина, то магазин будет закрыт. Но я думаю, что мы этот вопрос решим, и будет все клево. Вот так примерно все происходит. Да. Буду ехать медленно по правой стороне, и там, что... Ну, я думаю, все будет нормально, потому что спокойственно. Сейчас объезжаем. Люди видят, что это такой длинномер медленный. И, в принципе, объезжают меня. То есть, ну вот. Я хотел сказать еще раз, Саш, спасибо тебе огромное, потому что... Зачем? Зачем так-то? Зачем он это делает, а? То есть, я хотел сказать, Саш, спасибо большое, потому что, Саш, ты воодушевил меня сделать апгрейд. Сделать дополнение вот этого вот велодома моего. Я думаю, что, коли мотор работает, мы его оптимизируем и сделаем. Летим пустошь в святые места Westland Riders. Вон там вот логотипчик есть, все пироги. Поэтому мы с вами будем следовать у пути следования. Погнали! Тот самый переход, вот я на нем. То есть, прям в велодоме непосредственно. И скажу я вам, что ощущения весьма интересны, особенно... Меня пока никто не замечает, думает, что я автомобиль. Но на самом деле я не автомобиль. Я типа SuperTrike такой гигантский. Сейчас мы пропустим всех. Видите, какое здесь интенсивное движение? Сейчас, сейчас всех пропустим. О, Anonymous. Анонимус. Анонимус. Еще один Анонимус. Два Анонимуса. Тут все со всех сторон лезут. Зачем ты лезешь? Зачем ты лезешь вообще? Люди, не лишенные наглости. Так что вот так вот. Ну, сегодня такой день, пробки. А вообще едем комфортно весьма и очень круто. Приблизительно. Ну, корпус он амортизирует достаточно неплохо. То есть нормально. Прижимаемся максимально, пропускаем транспорт. Сейчас поедем. И это самая странная поездка на велодоме. А вот то, что происходит справа по борту. Примерно вот так вот. Спокойненько едем нормально. Ну и вот. Сейчас я здесь отстаю. Поеду на... Ну, прямо, короче, вот туда по прямой. И там уже выйдем на пустошь. Как же я рад, что ты, чувак, снова с нами втрою. Что ты жив. Меня это очень радует. Да. Я рад, что ты жив, чувак. Я думаю, ты тоже рад. Вот. Ну что ж, погнали дальше. Ну вот, я преодолел этот перекресток. Едем мы мимо индийского ресторана. Все нас обгоняют, но боятся при этом приближаться. Мне это нравится. Здоровское ощущение. Крыша моя выглядит вот так примерно. Но это я специально оставил, чтобы на меня не накапало тут, когда я буду ехать. Потому что, кажется, дождь собирается или что-то в этом роде. А тем не менее, весьма комфортно. Едешь как на лимузине. После мародера, конечно, это как будто ты на каком-то корабле таком гигантском. Вот. Мне несказанно нравится это ощущение. В общем, я принял решение, что данный проект мы добьем и доделаем. И доведем его до суперлогического финала. И этот проект, он будет просто сиять. Потому что он достоин жить. И он достоин быть. Он достоин ездить по дорогам. И чтобы я на нем ездил. Мне нравится ход. Нравится, как он ездит. Я думаю, что я завтра съезжу, куплю колодки. Самые дорогие поставлю. Потому что без тормозов, конечно, на таком велопоезде ездить тяжеловато. Но, тем не менее, 20 лет опыта. Все равно надо проявлять осторожность. Но 20 лет опыта за рулем не позволяет совершать маневры различной степени интересности. Тормозить приходится вот так. Поворотники нужны. А поворотников-то и нет у меня. Так что, будем сейчас как-то поворачивать вон туда, в туннель. Итак, эпический маневр, поворот в туннель. Я вообще был не уверен, что велодом может восстать из мертвых с того света. Но я так его воскресил. Осторожно, габаритный транспорт! Внимание! Осторожно! Прижмёт так прижмёт! Прижимайтесь! Отлично! Проехали! А так бодро тянет достаточно мощный двигатель. Я думаю, если добавить ещё в районе 1000 ватт, то будет вообще здорово! Короче, если вы видели жизнь на самых оживлённых улицах Токио, то здесь, чтобы мне протиснуться, просто пролечь, чтобы ни в чью ногу не въехать, всяких людей разных, я должен совершать манёвры различной степени интересности. Я не уверен, что я развернусь вон там, в том месте, но, тем не менее, мы можем попробовать это сделать. Конечно, да. Эпохальная поездка, скажу вам, просто дико. У меня, наверное, половину велодома уже оторвало. Но, как бы, в целом... А, да, мы здесь развернёмся, да, в принципе. В принципе, да. Ой, чувак, ой, чувак, чувак, не-не-не, давай, туда, туда ехай, туда ехай, спасибо. Так что едем все спокойственно, нормально. Ну, такой гигантский просто, сколько это получается? 5 метр слонг просто. Смотрите, какой у меня длинный. У-у-у, у меня максимально длинный. Так, ладно. Едем все спокойно. Начался такой лёгкий дождик, но меня это не очень волнует, поскольку у меня есть крыша. Безумно приятно, удобно на низкой скорости, на таком просто лайте ехать. Я не знаю, с чем это сравнить и как это описать. Вот, и поэтому мы можем просто неспешно, вот в таком очень медленном режиме, просто ехать просто по дороге. Мне кажется, это очень ценно, потому что, когда ты можешь без напряга следовать, куда тебе нужно, когда тебя ничто не беспокоит практически. Ну, разве что, кроме небольшого ливня, я думаю, что это божественно, это бесценно. Главное, на таком транспорте большом, на такого размера машинах... Ну, вы понимаете, о чём я, да? Примерно. Вот так вот. А главное, на транспорте такого размера никуда не спешить и ехать в абсолютно своём режиме. Меня немного заливает, но ничего страшного. Главное, что у меня есть крыша из волшебного поликарбоната. А, вот. Вот эти мне интересны чуваки. Так, у меня есть два предложения. Начинается жёсткий дождь, поэтому, наверное, я вот тут встану на 5 минут где-то. Вот, постою просто. Ну, хотя у меня челлаут-зона есть вон там, такая прикольная. Но мы чуть позже с ней знакомимся. Хорошо, что я умудрился ещё закрыть тряпкой вон там слева. Поэтому, как бы, чё-то типа того. Так что вот так вот. Сейчас подождём, там не такой сильный дождь. Можно цветочек взять. Прикольный такой. Ну, да. А мне нравится, кстати. Классный цвет. Розовый с красным. Вот. В общем, дождь небольшой. Я думаю, сейчас через минуту 5-5, 4-5 минут он идёт в норму. Но, типа того, да. Погнали дальше. Да, вот в каком прекрасном месте мне удосужилось постоять. Ну, это в порядке вещей всё. Всё нормально. Зад велодома выглядит вот так вот. Перед, соответственно, так. То есть, ну, примерно всё плюс-минус. Работает. Надо будет, правда, укрепить некоторые балки. И можно ехать. Всё отлично. Так что вот так вот. Начало положено, ребята. Начало положено. Что-то у нас по давлению шинах, ну, немножко ослабли. Но это ничего страшного. Вот так. Такие пироги. Такие пироги. Вот это fucking roads. Примерно так. Я не знаю, как я поеду. Зачем я? Ну, я доеду до пустоши. Тем не менее. Всё нормально будет. Зачем я? Продолжение следует... 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 Потому что без зеркал поворачивать Без зеркал И без фар ездить И без зеркал поворачивать Это не очень круто Так и едем Так и прем Я не держу руль Ребята, еду без руля Ехать без тормозов и руля нельзя Никогда так не делайте Но мы профессионалы, нам можно Ой, грузовик, надо свернуть Отлично Мне безумнейше нравится Эта тачка Может быть даже это самая лучшая генерация Канистры, какое я вообще делал Посмотрите, она сама едет Ей вообще пофигу, вообще норм Я не рулю, полный автопилот Но чуть-чуть забирает влево Но Мы это немножко пофиксим Да, на дороге надо быть внимательным Вот едешь ты на грузовике Едешь, а сзади у тебя Гигантус какой-нибудь на хвосте Так что, ну, типа того Блин, мне заливает за шиворот Затылок А течет со всех щелей Потому что Канистра, она Не очень доделанная Она, ну, такая Half of Half position, короче Не паркинг, а half position Поэтому, как бы Могу сказать так, что Пока мы не поставим на канистру Все канделябры Мы будем ездить как Не знаю кто У меня нет преследования За мной нет Давай обгоняй меня, мужик Пожалуйста Уже надоел на хвосте висеть Но он не хочет обгонять А может и хочет Если мы снизим скорость Прикольная Нила Классная Вот, ну, то есть пустошь Она вот такая Особенно пустошь После дождя Это очень редкое явление Обратите внимание Какая синяя вода Синеватая Вообще класс Просто пипец Так что вот так Вот так Здесь у нас что? Здесь у нас Кусок Кусок асфальта Мы вот сейчас проезжаем Такой же у него мягкий ход Даже по всем этим буеракам Я когда ездил здесь На Мародере Я чуть не обалдел Просто Мародер Это все-таки Цеховой транспорт Это все-таки Транспорт И Ну, для помещений Конечно Только для помещений Вообще Вся эта серия байков Она была сделана Для помещений Вот Такие дела А мы едем по пустоши Парят от земли Мне прикольно Чувствую себя Как на таком На яхте просто Ну, на тряскучей яхте Но тем не менее Вот В общем Очень все клево Очень все классно Можем мы Доедем Упремся В самую В самый конец Пустоши Если он там есть А, он там есть Да, я вспомнил Но мы туда Упремся Тем не менее Потому что Традиция от нас Требует того Чтобы мы Доехали До самого края От края до края Такова традиция Я традиции Нарушать не буду Ибо кодекс Есть кодекс Пустошь Есть пустошь И мы должны Двигаться В том направлении В каком Двигаться нужно Обратите внимание На пейзажи Слева и справа Справа Мы можем видеть Так называемый раздел За ним Ни хрена нету О А я потерял Поликарбонат Деревянный Да, кусок Деревянного Поликарбоната Можем его Взять просто И куда-нибудь Присобачить На крышу Или Внутрь вообще засунуть Но внутри я хочу сидеть Поэтому его Просто вот так вот На крышу просто И все Упадет и упадет Зашибись Дальнобойщики Надо мной Конечно Сейчас Прикалываются Но это заслужено Потому что Именно такого эффекта Я сейчас и хочу добиться Так как все это Ни в коем случае Не претендует На серьезный Кастом А это просто Пир На остатках Смотрите Какие красивые Облака Потрясающие Посмотрите на это Обалдеть Вот Поэтому Что я могу сказать Я могу сказать Что это все Просто прикол Кто меня видел На дороге Хотя бы раз Хотя бы два Я выражаю Свою искреннюю Признательность Вам И поликарбонат Деревянный Тоже выражает Вам признательность Сейчас я его Закину на верхний Багажник И мы с вами Продолжим Экскурсию По пустоши В общем Я так скажу Что Самое главное Это когда Вас уважают На дороге Положение на дороге Оно складывается Из Главное Чтобы я не задел Вон ту ладу Здрасте На электричестве Ну да Ну это Ютуб проект Типа Ну и для себя Чисто Так что Вот так Да Ну так вот Продолжаем экскурсию Мы неспешно Набираем ход На нашей яхте Без цепи Сейчас мы Въедем Вот в это Сухое болото И из него Сразу выйдем Я не знаю Выдержит ли Мой деревянный Поликарбонат Такие нагрузки И наклоны На такие градусы Но Так как мы Все с вами Навеселе Сейчас пребываем Здрасте Очень приятно Так как мы Сейчас пребываем Навеселе И думаю Поликарбонату Тоже весело А тут уже И костерок Заготовлен Специально Для нас С вами Так сейчас Я здесь Запаркуюсь Но Традиция Говорит о том Что нам нужно Доехать до Туда Поэтому Мы сейчас Туда доедем А как мы Там Развернемся Я не знаю Честно Возможно Мне придется Ехать в обратную Сторону Но мы Туда доедем Погнали Дороги Здесь конечно Оставляют Желать Лучшего Все таки Это у нас Южная Северная Северная Сауч Не Норж Норж Энт оф Де Весланд Получается Северная Оконечность Пустоши Поэтому Мы с вами Продвигаемся Так Достаточно Неплохо Темп мне нравится В принципе И вообще Мне нравится Канистра Блин У меня были Мысли Крамольные Распилить Канистру Но Пилить Канистру Я не собираюсь Поэтому Мы с вами Будем двигаться Дальше Речка Приобрела Лазурный Оттенок Облака Там везде Все отлично Сейчас мне надо Сделать петлю Потому что Традиция требует Кодекс требует Это ни в коем случае Не шутки Сейчас мы Посмотрим Там дорогу Насколько я смогу Там эту петлю Сделать Хотя мне Кажется Что чисто Гипотетически Я там не смогу Проехать Сейчас Выключаем Двигатели И смотрим Изучаем Такая Это Велодом Канистра Стой здесь Я сказал Стой здесь Нормально Зашибись Погнали дальше Ну короче Здесь вот Есть некие Трудности С дорожным Покрытием Относительно Высоты Падения С него В случае чего И мы Можем Судить так Что чисто В теории По широте Моей душевной Я здесь прохожу Прохожу Делаю петлю Вот здесь Разворачиваю Канистру И наблюдаю Вот эти Эпические Пейзажи То есть Ну Что-то Типа того Как мы видим Общее состояние Инфраструктуры Находится в статусе Fallout Но тем не менее Мне это нравится Даже нравится Весьма Ну что ж Делаем петлю Кодекс Есть кодекс Традиция Есть традиция Надо это сделать Ибо Так положено Погнали Ох Какие красивые Пейзажи Ребята Какие Просто Забористые Штуки Какие Просто Красивый Какой Вообще Красный Макасин Погнали Дальше С вами Окей Ну что ж Я могу сказать Что мы Выдвигаемся На петлю Мы Выдвигаемся На Финнел Роуд Пойнт Здесь И Вы можете Наблюдать Что я Еду Практически По горному Обрыву И я Сейчас Упрусь В самую Оконечность Северного Вот этого Всего Просто Максимально Я упираюсь Я Еду Я въехал Я Почти В самой Конце Сейчас Я еще Въеду В полный Конец Вот Все Я Нет Но я Дальше Поеду В принципе Сейчас Сейчас Вот 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 Так Вот Вот Отлично Почти Еще чуть Чуть Немножко Совсем Все Отлично Глушим Мотор И показываем Кадр То есть Здесь Здесь У нас Овраг Я Въехал В Траву Мне Нравится Мне Очень Круто Все Это Надо Сейчас Аккуратно Вот Здесь Вот Протиснуться Вот И В общем Мы Сейчас Находимся В самой Оконечности Самой Оконечности Северной Кустоши Собственно Вот Велодом Вот Северная Оконечность Вот Обрыв Все Документировано Полностью То есть Все Вот Здесь Вот Все Отлично Дорожный Просвет Проверен И Сейчас Что Нужно Сделать Нам Надо Сейчас Сделать Разворот А По габаритам Не Выходит Ну Ладно Надо Сейчас Сделать Короче В Сторону Вот Ворота Стильные Кто делал Вообще Респект Здесь Низкие Здесь Высокие Классно Короче Надо Выехать Задом Вот Так Вот Сюда И туда В общем Я думаю Я с этим Справлюсь Погнали А пейзажи Какие здесь Красивые Горные Очень Красиво Погнали Это очень опасные Маневры На самом деле Поэтому В горах И на горных Трассах Никогда Не шутите С Поворотами С габаритами Особенно Если Вы На Велофуре Но Велодом Можно По праву Считать Велофурой Не Совсем Большой Но Тем Не Менее Видите Я Как Разворачиваю То есть Я Держу Рукой Вот Так Вот И Практически Вплотной Подгоняю К Воротам Чтобы У меня Был Радиус Вообще На таких Больших Длинных Транспортных Средствах Я бы Сделал Для разворота Такие Выдвижные Шасси На Донкратах И они Чтобы Могли Прямо На месте Его Разворачивать Прямо На месте Как Мне Это все Нравится Безумно Ребята Я принял Решение Завершить Велодом Опять же Вам говорю В десятый Раз В этом Видео И Будет У нас Такое Видите Как Близко Колесо То есть Оно Практически Вот Оно На максимальном Краю Вот здесь Находится Еще чуть-чуть И полетит Туда Но я этого Делать Не буду И в горах Так делать Нельзя Надо Вот Вот Примерно На таком Расстоянии Потому что Здесь Может быть Сыпучая Часть Она Может Осыпаться Умейте Это Ввиду Кто Будет В горах Кто Будет Все Это Делать Ну Так Вот Я Разворачиваюсь Делаю Петлю Делаю Разворот И Мы С вами Выполнили Традицию Велодом Прошел Крещение Возрожденный Канистра Прошла Крещение Так Скать Традиции Соблюдены Сейчас Немножко Вот Так Справа Руки Здесь Красивее Пейзаж Традиции Соблюдены Все Формальности Соблюдены Мы С вами Как бы Соблюли Кодекс Соблюли Все Традиции Посетили Пустошь Велодом Ну Сказать Что он Круто Себя Повел Не сказать Ничего Я скажу Так Что Единственное Что Его Очень Хорошо Охарактеризует Это То Что Блин Немножко Дырявая Дорога Но Это Бывает Я Его Я Так Вам Скажу Что Надо Его Модифицировать Он Заслуживает Модификации А для Любого Кастома Это Это Лучшая Награда Модификации И Совершенствования Типа Того Ну Да Вот Так Сейчас Я Еще Съезжу В Одно Место Пустоши То есть Пустоша Она От двух Концов Северный И Южный Мы Побывали В северном Сейчас И Далее Поедем В южный Конец Пустоши Так что Типа Того Так Так Такие Пироги Пока не стемнело Надо догнать Показать вам Красоты Может даже Велодом Загнать Туда Потом Вернуться сюда И лампово Посидеть Внутри Там В Чиллаут Зоне Я думаю Это будет Очень круто Погнали Продолжение следует 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 какие-то моменты в жизни надо запоминать записывать и этот момент это один из тех моментов так что вот так вот поликарбонат рвется на свободу уже хочет погулять а мы ему гулять не дадим сегодня потому что он мне нужен хотя бы как утяжелитель хотя бы как тест-фактор что происходит своего дома но он еще там полежит по загорает а мы движемся дальше просто едем себе спокойно внутри у меня ощущение как будто я еду на какой-то кастом нам американцы на каком-нибудь какой просто восьмиметровым с двигателем на тысячу лошадей а может даже с двумя движками я счастлив ребят я в этот момент счастлив пусть это длится бесконечно никогда не закончится дорога она формирует она делает мысли она создает новое казалось бы просто асфальт просто велодом но все это вместе она создает некий сплав чувств который ты хочешь запомнить на всю жизнь такие дела а вот мы с вами приехали добро пожаловать на south side end говорят что пустошь не заканчивается нигде но здесь просто некая остановка в ее бесконечности так что вот так вот мы с велодомом находимся здесь сейчас какие дела туда я конечно не поеду это не будет не очень приятно но здесь я могу постоять какое-то время сейчас загоним велодом вон туда и там есть одна площадка и там можно очень прикольно провести время просто потусить погнали а